Проведем эксперимент прерывания по минусу по следующим схемам. Схема номер 1. Разрядники заземления вверху. Схема номер 2. Разрядники заземления внизу. Имеем ЗВС драйвер с регулятором напряжения, искровик, катушка с индикатором статики, генератор с драйвером, минус разорван и идет на транзистор. С транзистора на аккумулятор. Итак, эксперимент номер 1. Заземление искровик сверху. Включаем генератор. Включаем разрядник. Видим однополярные положительные выбросы. Видим ярко выраженный статический эффект. Теперь поэкспериментируем со скважностью. Для начала убавим ее до минимума. Видим, что при уменьшении скважности статический эффект также уменьшается. Минимальная скважность, при которой работает разрядник. Теперь давайте увеличим скважность до максимума. Приблизительно при 80% скважности прерывания прекращаются и дуга начинает непрерывно гореть. Статический эффект также пропадает. Схема номер 2. Разрядники заземления внизу. Включаем генератор. Частота 14 Гц. Включаем ЗВС. Видим однополярные отрицательные выбросы. Статический эффект присутствует. Также, если слегка прикасаться к катушке, чувствуются вибрации. Теперь поиграем со скважностью. Для начала уменьшим до минимума, затем увеличим до максимума. Видим, как с уменьшением скважности уменьшается статический эффект. Минимальное значение скважности, при которой процесс прерывания возможен. Увеличиваем постепенно скважность до максимума. Видим, что с увеличением скважности статический эффект также увеличивается. Видим, что процесс прерывания прекратился. Приблизительно 90% скважности это значение, при котором процесс прерывания прекращается, и дуга переходит в режим непрерывного горения. Уменьшаем значение скважности до 50%. Теперь поиграем с напряжением. Включаем ЗВС. Видим, что статический эффект также зависит от напряжения, как и от скважности. ЗВС. Теперь проведем эксперимент с частотой прерывания 1,3 кГц. Видим, что на высокой частоте из-за того, что прерываний как таковых нет, статический эффект отсутствует. В следующем эксперименте заменим воздушный разрядник на вакуумный. Частота генератора 1,3 кГц. Включаем ЗВС-драйвер и видим, что никаких импульсов нет. Берем неоновую лампочку, подносим к ТДКС и начинаем убавлять напряжение. Приблизительно на 6 В появляются однополярные положительные импульсы. Также загорается неоновая лампочка и это говорит о том, что высоковольтная обмотка входит в резонанс. но эти импульсы, к сожалению, бесполезны, так как статический эффект не проявляется. Еще раз повторюсь, возможно это связано с тем, что вакуумный разрядник на 800 В. Также я помещал катушку Тесла вовнутрь для усиления импульса и даже подключал ее в качестве индуктора. Статического эффекта обнаружено не было. Подведем итоги. Во-первых, мы увидели, что прерывания по минусу так же хорошо работают, как и прерывания по плюсу. Одинаково проявляются все статические эффекты. Во-вторых, преимущество транзисторного прерывателя перед реле это бесшумная работа и отсутствие механических контактов. И в-третьих, кто не поставит лайк, к тому придет злой десептикон.